Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. В канун столетия, со дня окончания Первой мировой, предваряя встречи 60 мировых лидеров в Париже, отставники глобальной политики опубликовали в газете «Коммерсант» текст под заголовком «Не допустить новые разрушительные войны». Экс-глава российского МИДа, бывший министр обороны Англии, немецкий дипломат и бывший американский сенатор рассуждают. Всем войнам прошлого присуща одна черта. Все, кто тогда был облечен властью, потом никак не могли понять, как такое вообще могло случиться и произойти столь стремительно. Словно сравнивая себя с предшественниками, современные политики приходят к неутешительному выводу. Нет, ничего не поменялось. Тем, кто считает, что мы слишком сгущаем краски, предлагаем рассмотреть следующий сценарий. Представим, что в 2019 году Россия проводит на своей территории, граничащей с НАТО, крупные военные учения. Самолет наблюдения НАТО случайно приближается к воздушному пространству России и сбивается российской ракетой класса «Земля-воздух». НАТО объявляет тревогу и стягивает силы. Обе стороны болезненно воспринимают недавнее развертывание ядерного оружия, последовавшее за прекращением действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия и НАТО спонтанно обмениваются ультиматумами. Каждая из сторон указывает на свой ядерный потенциал и готовность его использовать при угрозе своим жизненно важным интересам. Европа оказывается на грани вооруженного конфликта с применением обычных видов вооружений, и риск его перерастания в ядерный более чем реален. Сегодня на Черном море произошло опасное соприкосновение между русскими и американскими военными. По заявлению Пентагона, разведывательный самолет американских ВМС находился в международном воздушном пространстве. В момент, когда российский Су-27 на высокой скорости, вы сами можете видеть это, приблизился и пролетел мимо. Американская страна сообщает, что ситуация длилась 25 минут. После первого виража американский самолет испытал турбулентность, а после второго — вибрацию. Предыдущий пример такого непрофессионализма со стороны русских был зафиксирован в январе. А ведь кадры с очередным воздушным перехватом вызывают сегодня лишь дежурный фонтан комментариев в Ютубе. Привыкли. И год назад было тоже. И через год будет тоже. Откуда тогда у бывших министров и сенаторов, цитата, «это предчувствие беды и неопределенности на большей части Евроатлантического региона». Английский художник Роб Хёрд расположил на лужайке парка королевы Елизаветы 72 396 завернутых в саван фигур. Таковы английские потери только в битве на Сомме. Красные маки на мюнхенском Кёнигсплац — часть экспозиции с названием «Никогда больше». Потери России в той войне от двух до двух с половиной миллионов человек. Но чем плотнее слой мха на могилах, чем помпезнее официальные церемонии, тем труднее поверить в искренность траура и пафоса. Столетняя годовщина становится поводом для излияния патриотических чувств, как будто сама война не была результатом столкновения непримиримых патриотизмов. Президент Эммануэль Макрон оказался в центре скандала в среду после того, как высказался в поддержку генерала, сыгравшего роль в победе в Первой мировой войне, но сотрудничавшего с нацистами впоследствии. Маршал Петен был великим солдатом в Первую мировую, хотя и принял фатальные решения во Второй, заявил Макрон, посещая город Шарльвиль-Мезьер. Речь о маршале Анри Филиппе Петене, который примерно как маршал Маннергейм в Финляндии, исправно послужил своему отечеству сначала, но потом жал руку Гитлеру и возглавил марионеточный режим Виши. Петена осудили, приговорили к расстрелу, но сегодня это опять культовая фигура для французских правых. Сделаем Францию, Германию, Италию, Америку снова великой. Вот лейтмотив старой песни на новый лад. И тут Макрон, представляющий вроде бы далеко не самые реакционные круги, демонстрирует полную историческую преемственность. Эммануэль Макрон призвал к созданию настоящей европейской армии, чтобы защитить Европу от различных угроз. От Дональда Трампа до Владимира Путина. «Мы должны защитить себя от Китая, России и даже от США», заявил Макрон. «Когда я вижу, как Трамп выходит из договора об РСМД, я спрашиваю, кто будет главной жертвой? Европа и ее безопасность. Мы не сможем защитить европейцев, пока у нас не будет настоящей европейской армии». То есть армия НАТО, только что гремевшая оружием в Норвегии, уже не устраивает Европу. После выборов в американский конгресс стало ясно. Трамп никакой не сбой в программе. Он пришел надолго. А значит, логика каждой за себя вновь определяет международные отношения. Значит, будут новые санкции, новые тарифы и пошлины, новые торговые войны. США ввели санкции и хотят заблокировать доступ Ирана к системе межбанковских расчетов SWIFT, что отбросит эту страну в средние века. Проблема для Трампа и его команды состоит в том, что SWIFT не американская организация. Она зарегистрирована и находится в Бельгии, которая наравне с другими государствами Евросоюза поддерживает сделку с Ираном. После ее аннулирования Трампом Европа ищет обходные пути для сотрудничества с Тегераном. США же перешли к прямым угрозам в адрес европейских политиков и банкиров, в том числе членов правления Европейского Центробанка. Это один в один повторяет ситуацию 100-летней давности, когда два военно-политических блока, Антанта и Тройственный союз, были раздираемы противоречиями изнутри. Италия объявила войну союзнику Турции. Англия интриговала против Франции и России. И дело не в дурном характере отдельных Брианов или Керзонов, Макронов или Меркель, не в личной вспыльчивости, а в принципиальной неразрешимости экономических противоречий, подталкивающих капитал с каждой из сторон к самому радикальному сценарию. Сто лет назад эти противоречия проявлялись и в росте забастовочного движения, и в ужесточении цензуры под лозунгом защиты от иностранных козней. Сегодня происходит ровно то же самое. Вне зависимости от места проживания, каждый, кто выступает за права трудящихся или против милитаризации, рискует получить от своего правительства ярлык «национал-предателя». «Кто приказал вам не пускать меня в свой офис? Кто? Кто вам отдал этот приказ? Я член парламента». Следователи нагрянули в дом лидера французских левых Жан-Люка Меланшона, который транслировал обыск с помощью мобильного телефона. Снаружи сотни сторонников Меланшона скандировали «сопротивление», выражая поддержку своему лидеру. Полиция не пустила политика в дом. «Кто дал вам указания? Я депутат парламента, я и есть республика!» кричал 67-летний Меланшон. Точно так же кричали французские, немецкие, английские, американские и российские левые перед началом большой бойни. А потом их выкидывали из парламента в кого-то прямиком на царскую каторгу, чтобы потом, спустя сто лет, стрелки на циферблате истории вернулись в исходное состояние. В минувшие выходные в Подмосковье состоялось второе общероссийское собрание Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел». Впервые в современной истории нашей страны появилась организация, объединяющая такое количество неравнодушных русских патриотов. Вполне понятно, что либеральный проект встраивания в глобальный Запад и социалистический советский проект не увенчались успехом. Именно поэтому сегодня вновь все громче звучат призывы использовать наиболее успешный опыт Российской империи, который может быть применен и в сегодняшних реалиях. Наших в городе много? Каких? Наших. Ирина Станиславовна, голубушка, с вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Видите, и русские патриоты не отстают от своих международных партнеров. Они тоже готовы при первой возможности осчастливить тех, кто еще сомневается, должна ли Россия стать снова великой. Что остается, когда опускаются на землю чепчики, когда сходит на нет волна патриотизма, хорошо иллюстрируют вот эти кадры. Первая мировая дала колоссальный толчок промышленности, подняла на новый уровень медицину, а кроме того, искусство. Оставшись без заказов, по-новому раскрыли свой талант скульпторы, создававшие лицевые протезы для сотен и тысяч навсегда обезображенных войной людей. Война оставит свой след и в литературе. Появится целое течение воспоминания потерянного поколения. Фит, Джеральд, Ремарк, Дос Пассос, Олдингтон. Увы, между 18 и 39 годом у человечества будет слишком мало времени, чтобы ознакомиться с их наследием. У нас, к счастью, время пока еще есть. Те, кто сражается на войне, самые замечательные люди. И чем ближе к передовой, тем больше замечательных людей там встретишь. Зато те, кто затевает, разжигает и ведет войну, свиньи, думающие только об экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что всех, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, следует расстрелять в первый же день военных действий. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.